Так, и у нас, в общем-то, следующая игра, уже 113 номер. Сейчас передам я эту команду капитанам. Во что может уходить? Вообще, наверное, Варлока, быть может, стоит взять? Что там у нас в Вайле? Там почему не был Вайлет Пикнут? Ну, интересно, только единственное, что вообще будет ли взят Элема центрально? Может быть, Элем с Варлоком вместе поработать смогут? Причем, как бы, грубо говоря, взяв Элема, вот тупо взяв Элема, то есть они взяли Рогу, они обрекли себя играть, ну, Рог, Элем, ну, так себе. Рог, Варлок, ну, спорненько. То есть здесь получается именно... Рог с фаермагом, ну, ты сам видишь. То есть здесь Рога получается такое, как бы, не самое сильное звено, не как игрок, а именно как класс. Да, как класс, здесь Рога... То есть Рога, который только играет Рогами, это не совсем подходит, да? Это да. Ну, взяли его, собственно, за это именно и поплатились. Команда Сентлайна. Час, я думаю, ну, как бы, опять же вопрос к тому, насколько реален Элем Сентлайна. Вот насколько он реален. Если он реален, собственно, почему бы и не Байзи? Да, я думаю, что если Элем Сентлайна реален, да и Элемы, знаешь, не те. То есть не так сложно ему наигрывать. Учитывая, что он, видишь, и Рестор Шаманом еще играет, ну, значит, он имеет какие-то азы игры на Шамане. А, собственно, Элемы освоить... Я тебе так скажу, что любой, кто играл в Рестор Шаманом, на Элеме он отыграет. Хоть как-то. Ну да. Особенно учитывая, что Сентлайна еще и кастер, для него это еще и в плюс. Те же самые баны. Но я думаю, что может и стоит выходить... Стоит ферст пикнуть, например, того же Элема. Почему нет? Хоть какая-то... Ну, допустим, это будет... Да. Да. Есть Элем. Ну, сейчас будет баниться Афли Варлок. Это гарантия просто... Инфа Сотка. То есть Брежгон сейчас забанит Афли Лока. Да, инфа Сотка. Ну, тупо Сотка. Ну, давай, давай, давай. Че думает? Единственное, что... Сентлайна, я тоже думает, баньки... А что, если они в Сторуд Рыды сейчас забанят? Ну, просто... Они кем могут... Ну, это... Так они пойдут с Ситайпи с Престом. Почему бы и с Престом не сыграть? Мы же играем с Престом, и нормально. Ну, да, в принципе, точно. То есть... С Престом похуже, да, похуже. Но не всегда. То есть с Престом контроля не хватает, но в ЛСД на данный момент контроль не так важен, как важно выживание и... Ну, и банальный дэмэдж. С другой стороны, такой думают они с последним баном, что же банить. Уже Элем он такой. Ну, Элем это всегда неприятно, на самом деле. Да, и кто интересно думает, потому что я думаю, что Ближет Бонс уже сразу. Давайте, все, Афли Варлок. Мутерлэйт Рога? Это как-то... Оу, ши! Кого они забатили? Ну, если сейчас Вайлит не возьмет, то Варлока? Ну, там Вайлита, по всей видимости, вообще сейчас нет. То есть он дисканыпнулся, он в офлайне сидит. Из-за этого они сразу, наверное, не пошли играть на Русситайли. А откуда они поняли, что вообще Вайлит дисканыпнулся? Команда Ближет Бонс, откуда она это поняла? Ну, это только что люди написали в чате. То есть они, как говорится, спалили от русских игроков, которые решили поделиться информацией всей. То есть они... Ну, если так... Ну, это знаешь, ребят в чате, я знал, что Вайлита нет. Не Сентлайн об этом написал. Но то, что вы написали об этом в чате, вы это рассказали команде Ближет Бонс. То есть, ну, вы молодцы, как бы. Чего сказать? Ну, учитывая, что просто на самом деле это было банить мутилейт Рогу. Это было даже не то, чтобы бесспалево. Я даже не знаю, как это назвать. Потому что, ну... Зато вы смогли, так сказать, свою осведомленность показать. Мы молодцы. Но эта осведомленность, это так, знаете... В общем-то... В общем-то, неправильно, как говорится. А кто, интересно, вообще узнал, что Вайлита-то нету? Ну, не знаю, там несколько чек начало писать. В общем-то, они рассказали. Ну, совершенно нормальная ситуация, как бы, если Светозаров, например, смотрит стрим, читает. Ну, почему мне такая разница? Что плохое? Что здесь такого? Ну, нет. В этом плохого, конечно же, ничего нету. Извечательно написали, что Вайлита нет. Ну, зачем банить его? Ну, да. И опять же, играют они в PHP со своим стандартом. И теперь игра будет с Элемом. С Элемом, с Элемом... Знаешь, вот... Элем Рога будет отыграть не так-то просто. То есть, сетап, в принципе, играбелен, в принципе, играбелен. То есть, в нем, ну, в идеале, вот здесь, здесь, был бы, может быть, друид получше. Хотя, тоже, опять же, спорно, потому что, все-таки, Масфир — это кнопка, а циклоны — это прокасить. Ну, да. Элема Рога, в принципе, в теории, в теории, Бурст — это неплохой, вообще. В теории. В теории, Бурст — это неплохой. И, учитывая, что это именно КШД Рога, который именно... Но, с другой стороны, контроля там совсем не будет. Вообще, у них, то есть... Ну, Блайн, Боб, Боб, Попс, Рога, Фир. С суперсомнительными. Там, я не думаю, что... Я не думаю, что ему вообще будет доферов. То есть, он будет сидеть и хилить. Ну, я про Элви. Ну, да. То есть, он будет стоять, захиливать, захиливать. Играть, причем, кстати, играть могут они как в Рогу. А играть они могут еще и спокойно и в Элема. Даже, может, в Элема вообще не будет именно, знаешь? Да. Смысл оставлять на Элема на фрикасте? То есть, уже, знаешь, Элема на фрикасте — это вся такая штука. Я скажу, что, да, Элема за туннеллер, то у него нету гибрида второго. Для Элема именно нет гибрида второго. То есть, был бы там, например, на тот же Элем Лог. То есть, Лог тебе мог бы... Если бы играл с Бурютом, беджуковички подкидывал, подфиливал постоянно. А что тебе Рога сделать? То есть, Рога в каком-нибудь эфире побежит, да и на этом все закончится. Ну, это да. То есть, подстопнуть Рога, конечно, кстати, может, но все равно, опять же, стопнет, стопнет, а убивать-то как будет. То есть, жить можно хоть 30 минут, хоть 50 минут, но как бы убить-то кого-то надо. Хотя, Элем, Элем да. То есть, что-что, а Элем убить может. Причем соло. То есть, ну, как бы Рожка там подамаживает, что-то кинет. Ну, да, скорее стан, да? Да, там стан будет, например, неприятный. Может, там, сдэнс, сдэнс, огороду может дать. Посмотри, даже вариант такой же. Хотя, из стана же бог можно вроде кидать или нет? Стоп, нет. Из стана бог нельзя кидать, только себе. Да. Значит, то есть, есть вариант убивать цару, например, даешь ему стан, с каким-нибудь блайнным пузуньяки. Но, опять же, это все не то. Это слишком много но, которые хантом, ретриком, это ломается, все, просто сразу же, бац, и все. Это уж точно. И, ну, посмотрим, Сентлайн на Элеме. Возможно, возможно, наиграно, возможно, взяли просто так. Ну, опять же, то, что Вальда нету, это по ним крайне сильно ударило. Вот почему они пикнули действительно фаермага. И вот почему, конечно, команда Ближет Бонус об этом, как я понял, была вообще в курсе изначально. Изначально вряд ли. То есть, изначально они об этом нигде не могли узнать. Потом уже Сентлайн, так сказать, ну, я не думаю, что он слушал, хотя он же именно тут не играет. То есть, Ситазаров, наверное, слышал. Ну, сами, в общем, спалили, что нет Вайлока, бывает. А сам Вайлет, он сидел, сидел, готовился, но где-то пропал в конце. Бывает, в общем, тоже такое. Русский интернет, вон, да, интернет, русский интернет, вон, такой. Два секунды начала игры, в любом случае. Возможно, последний матчат на сегодня, если сетап Just in Time, Акрололза, Сентлайн на Элеме, если этот стап не сработает, если он ничего не покажет, если они не смогут кого-нибудь убить, это будет последний матчат на сегодня. Ну, скорее всего, он не сработает. 10 секунд. Такая инфа есть. Такая инфа есть, да. Ну, Элем, конечно, прохнуть может, но прохнет ли он две игры подряд. Ну, и как вообще с ним помимо Элем еще? Финальный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1, go. Начинается игра, команда должна уйти в стелс, и мастлс действительно есть. Их просто не видно. Будем смотреть, как принимает опенер. Сразу сдается Холли Уэлл прямо на центр арены, чтобы можно было, кстати, там захиливал, и сам захиливал. Было бы его даже сбить, почему бы нет. Ну, как ты завешивал? Стелс и трест. Ну, и вышел из стелса, и просто Элем начинает прям хуставать, почему бы нет. Ну, да, ну, все равно, смотри, в кого они играют-то будут. Играют они в ретрика, почему бы нет, а ур-мастери сразу закидываются. Скатер на Элви, трапы нету. Ну, здесь можно сантаин, принципе, наградить. Сантаин неплохо, там, инстантально кастовывают по Царе. Цара... Зунияки еще в Хексе. Ну, точнее, да, Зунияки в Хексе на 4, но этот был сенеский, и это, кстати, очень фейловый Хекс был, на самом деле, крайне фейловый, потому что он дался после саб. Блайнд есть, опять же, немножко поздний. Блайнд даже будет стояться? Нет, даже он просто забокается. Стан, опять же, тоже поздний. В общем-то, поюзали вроде как, знаешь, много чего пою. Это не так, то есть все поздно, клинки есть, но, опять же, Цара заколол. То есть уже им все без разницы, уже что происходит. И есть, конечно, Шаманистик, есть Зубы на Элеме. И Шаманистик сдается одновременно с зубами. Но подхилиться надо сейчас Элему уж какой-нибудь Хилтайт поставить. Элему особо так и, ну, там... Хилтайт-то надо поставить, братиш, у тебя же Хилтайт есть, он бы сейчас был бы крайне кстати, но решает он ее не ставить, что, конечно же, ошибочка. Разваливается, разваливается игра у команды Just In Time, то есть можно это сделать, можно то сделать. И смотри, Лем под Руби, пока все встанут, но... Получится ли? Я думаю, что там сразу Сакра может... Ну, встал, зашло в каст и... Ну, сейчас уже Рога, Рога, еще неприятных сразу же руток всех этих... Ну, стоит, точнее, в сетках от Хантая, Хант играет с одним Детернсом, и это означает. И, ну, ничего не произошло. С одним, точнее, с двух минут. Ничего не произошло, а команда ПХП, они только рады. Ну, ладно, у нас сейчас откуда у нас есть крылья, мы вам покажем, что мы можем сделать, если вы нас не убиваете. И скатер-трапы есть на Элл. Ну, в общем, все в станах стоят, но Дэн же... Но это, опять же, деф, потому что в трапе стоит Элл, и тринковаться он не... Самого Акролол заиграет, еще стан, ну, стан стоит... Не, у него все окей, потому что ты Рога, знаешь, вот Рога, вот, за спамливающим минус 30, это тоже не слабо, я тебе скажу. Это реально не слабо. А он за спамливает, я смотри, фейн, фейн. Да, то есть он может его легко за спамливать, ну, хотя за спамливать его не надо, потому что каждые 5 секунд, если поставить глиф каждые 7... Дэн же кончится, да, ну, кончится, а БКД тоже какой-то... Ну, даже спамить его смысла, в принципе, нет, то есть повесил, баф есть 5 секунд, разве что можно спамить его, когда ты боишься, что в стан попадешь, чтобы именно в стане у тебя было на максимум, потому что пока ты стоишь в стане, и энерджи у тебя явно откадешится на хул, это уж точно. По Брэнд Эдли слегка залетела от Элема, но... Ну, чуть подольше они держатся, на самом деле. И вот опять же, вот видишь, вот опенер им не дал ничего абсолютно, а колодец-то стоит, то есть вопрос спорный, что надо было делать с инвиза, то есть Элема мог бы с инвиза... Колодец стоит, но они все равно, они на контроле в зуньяке не заходят, блин, с колодцем еще и сложнее будет, хотя пока это больно, он вкусит баба... Его поймали, его поймали в лося, он зашел и поймал, он поймал полный санлок в лося... Ну, тринкет у него был, он мог тринкануться даже, ну, решил, наверное, рисковать... Ну, ты знаешь, так, ты тринкуешь стан один, попадаешь сразу во второй стан, там какой-нибудь... Ну, за тринкет выходишь и... Хотя, у него тринкет, точнее, я отстану и застану, если не ошибаюсь, в лося... На зуньяке, кстати, фул хекс, ну, опять же, вот, хекс дался, окей, но дэмиджи в кару пока нет, хотя думаешь, начинается, но, опять же, поздновато... С другой стороны, зуньяке немножко поддумывается, и в целом, элликулдаун это есть, у него 3-кид слаб, зум скоро будет готов, Там шаманистик будет готов, рога как-то, рога они не очень... А крылья как-то все ей не дают, то есть, уж где-то около минуты, потому что цара все боится их отдать... Финтак, кстати, была на царе, но такая спорная, их, кстати, сейчас будут даваться крылья, я в этом уверен, прямо вот именно сейчас... Вот через секунд, через пять, наверное... И бежит, 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 ретрик, дает он блайн, подрубаться он сейчас будет, и... Подруга будет... Воу, воу, подруга есть, и... Свап сразу, да... Свап сразу, да... Будет зубы, зубы, зубы будут... Сейчас Эллы могут, на самом деле, взять и убить, вот просто взять и убить... Могут, и у него играют... Он встанет, стоит еще одну секунду, и он умирает, он умирает просто, вот сразу же свича, потому что он тринк отдал, свап нажал, ну а дальше, а дальше стоишь с Таней полным... Стоишь с Таней полным, а когда по тебе работает ретрик с крыльями... Увы, увы, не получается... Ну, да, Вайдд, можно сказать, что в каком-то степени подводит команду, потому что... По-другому, конечно, вообще, совершенно могла бы другая игра быть... Потому что играет Рок и Лем, это все же... Ну, потому что, согласись, как ни крути, первый пик Лема, учитывая, что есть именно 100% Варлова в команде, именно 100%, который играет вроде как только на Варлоке... Ну, а ДК у него сейчас зарегистрировано... Ну, ДК, да ладно, это так... То есть, и банить с Лемом Мутирогу, ну, это немножко спорно... То есть, до того же приставил бы прочее забанить, мне кажется... Вообще, зачем было бы... Вот с Лемом нужен все-таки бурс какой-то, то есть... Ну, затунлить получится или по ХП затунлить, это вопрос тяжелый такой... Может быть, может быть, они что-то... Какую арену выбирает у нас команда Just In Time, Кристин, есть там информация? И информации пока, видимо, нет, да? Ну, что там? Даларан? Почему Даларан? Ну, по идее, можно откидывать... Можно ферять иногда, попроще фернуть будет... Можно куда-то откинуть, можно раскинуть в разные стороны, в принципе... Да, но, кстати, Хантер это тоже умеет делать... Хантер тоже, да, это умеет делать... Почаще будет ферять команда Just In Time, скорее всего, Элви будет выходить на фер по зоне Яки... С другой стороны, там это будет... С одной стороны, будет сниматься с Акрами, а с другой стороны, это будет Тримориться... То есть, в принципе, тоже здесь все по-равному... Но... Ретрик будет сильно бурстить, бурстить он будет сильнее, чем Рога... То есть, ну, мне в целом кажется... Ну, знаешь, вот у Илема против ПХП есть один такой очень большой плюс... Смотря в каком он, конечно, против кого он играет... Во-первых, ну, Илема убить сложно, но самый главный плюс его в том, что он может дать Пом Хекс... Ну, как, грубо говоря, как и делает маг, он может дать Пом Хекс, который не снимется с Акрой... Шип снимется, Хекс нет... Ну да, он же не Мэджик... И за этот Хекс можно взять и выбить Бавл... То есть, тупо взять и выбить Бавл... Ну, это при отсутствии сайлентшотов... Ну, в общем-то, может быть и да... Но ты все-таки не один в команде играешь, а из-за какой-то НС Хекс... Вот Рога на подрубе... Раз, НС Хекс... Ну, либо тринкуй, браток, либо забавля... А тринковать тоже риск, потому что может быть... Блайнд... Который не бобнется, потому что ты будешь встаня... То есть, ну, опять же, очень спорные варианты... И Зунивайки может постоять... А как ты видел, что тринковать он вообще... То есть, у него тринкет... Видимо, макрос тринкет-свап... То есть, другого макроса у него... Точнее, свапает он только с тринкетом похоже... Потому что я вообще не видел, что Тунивайки брал и тринковался... Это, конечно, да... Жалуются такие англоязычные игроки, что вот... Руки команды все неорганизованные... Вечно у кого-то там кого-то нет... На самом деле, право... Постоянно, потому что вечно у кого-то... Кто-то не пришел, кого-то нет там... Кто-то там в оффлайне, кто-то там в дисконнекте... Кто-то там играет в айон... Ну и так далее, и так далее, и так далее... Ну, разве что у команды Hydra еще такое было... Ну, это да... Проспал, поэтому все равно... Ну, Hydra такой, уникальный... А остальные все ровные, в принципе? Ну, да, но пока что... Пока что нет просто такой европейской команды, Которая проиграет очень много игр... Хотя... Проджасты... Да, USA и USA много проиграли... Пробцайклом из лавки... Но шансов там у них есть еще? Ну, там есть шансы, но они... В общем, хороший шанс... 20 секунд до начала игры, но они очень много проиграли... В принципе, они почти все игры проиграли, которые будут... То есть, они где-то вырывали там по одному очку... Но они проиграли, в принципе... 20 секунд до начала игры... Возможно, это будет последняя игра, если что-то действительно вообще супер не изменится. А что может измениться в этом тимплее? Сложно сказать. Так, нужно, наверное, подождать вот эту штуку. Хотя, наверное, даже как раз будет. 10 секунд. Поедет, да, она должна опуститься. И опять же, ну... И просто... Давай еще. Финальный счет. 5, 4, 3, 2, 1. Гоу. Начинается арена. Неприятно понимать, конечно, что все-таки команда Сентлайна не на фулл отыгрывает, потому что нету Варлока. Ну, настроения сразу нет, наверное. А здесь нужен именно Варлок. То есть, ладно бы, они потеряли бы, например, того же Кови. Не знаю, кто у них играет на друиде. Ну, грубо говоря, прям совсем грубо говоря, друиды нет. Ну и ладно, будем играть с престолом. Какие-то хитрые свапы, в общем, делают. Начинают с одного, потом пересаживаются в другого. Ковы играют они в итоге, кого они вообще в итоге играют. Играют один, играет в ретрика, другой играет в дилема. И в чем соль? Ну, в ШД затунулить-то не получится. Вот именно взять и затунули. То есть, в муте можно... Ну, если там нужно подрубаться, то есть, в принципе, без разницы кого, да, вообще? В РД подрубается, шаманистик будет ли. Шаманистик сдается. Да, шаманистик сдается. А Ксикара в блайнде между делом. Причем, он его не отринкует. А смысла нет? Ну, хотя крылья все же, сап, однако, получает полный, неприятно. Бопыть он его, естественно, не будет. Потому что можно потом все же взять и улететь в один момент. Вроде как летят лавабурства. Вот летит, 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 летит. И фулы были, но как-то... Бендолина, это пофиг вообще было. Просто пофиг. В ощущение, что она там Сократ, скорее всего, была. Поэтому лавабурства особо... Ну, они не критовали просто. И опять же, с тем же воротом, по хп, убить намного проще. Потому что берешь, убиваешь, например, пэта. Зачем бывает? Да, на спамфирис. Хотя, смотри, это зашло неплохо. Но захиливают именно, заспамливают флешками в Зунияке. И этого, в общем-то, хватает. То есть, опять же, тринкеты все есть. Причем, кстати, у всех команд. У обоих, точнее, команд есть тринкеты. Хотя сейчас целые тринкеты можно и подвыбить. Нет, трапа граммница, скорее всего. И сентлайн ничего не отдаёт. То есть, сейчас уже что-то интересное начинается. То есть, по Царе, еще и стан поверх с яда. Но откидывают сейчас неприятное Элви, кстати. И рано или поздно, знаешь, что сейчас... Сейчас Хантер просто Бендели, рано или поздно, приземлит. Так сказать, все свое заспамливание контролем по Элви. И взорвешь сентлайн, сразу пошатнется. Сильно причем. В такой страны, они его могут... Флухир и Сайлентс не может снять. Вот, фэнт, кстати, Элви. А Царо бежит еще в Флухире. Это Зунияке тоже не снимает с него. Он снимал, если не ошибаюсь, с Бендетли. Из Уняки в Флухирсе стоит, но... Ну, опять же, вот этот Хекс и... Ничего не происходит. То есть, вот он дал Хекс, когда они вообще все были так примерно... Ну, они все отошли. И опять же, Дэв... Рога был не на цели, то есть... И в Европе чувствуется, вот видишь, чувствуется, и Дэв Европа, что... Есть возможность, отходим. То есть, русские по ХБ, они, скорее всего, уже кого-нибудь убили. То есть, кто-то бы уже явно умер, либо Элем, либо Ретрик, например. То есть, это уж точно. А тут именно чувствуется Дэв, то есть, чувствуется какая-то продуманная игра. Опять же, минус 40 нажал Ретрик перед Станлоком, что тоже... Ну, то, чтобы было прям важно. И Станпи, кстати, вызывается. Блайнд опять Станпи, но... Вот они сдали Станпи, но... Ну, они дали Блайнд, но ничего не происходит. И грызут, козы, шаманы. Абсолютно ничего не произошло за этот момент. Да, он сделал рестеллс. У него был опенер, то есть, но он все равно спалился, он спалился уже на флэре. Ну, пожили они, пожили за это время. Знаешь, они как будто так, они как-то... Вот, я не знаю даже, то есть, они ничего не делают. Опять же, зумейки в Хексе, но этот Хекс был, кстати, в принципе, неплохой. Мастер Ауру сдает Сара. Интересно, почему, и по нему неплохо, он будет... Да, Вера и Баббл выпивают, что-то, однако. Ну, ты... Уж чересчур зажимает свой тренкет в Унияке. Знаешь, можешь недооценивать, так вот, знаешь, такое может отношение. Ну, знаешь, Баббл... Сентлайн очень сильный демм, 20%, Фейлви еще в части состоит. А почему Сентлайн демм, что-то кастит? Валерий чуть не... Ну, опять же, Элви, опять же, уедет, Элви прямо сейчас. Хотя, может быть, не может, бежит, 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 сайланси бежит. Еще подхиливает. Он не выживает, он скатер дает ему в каст, еще скатер в каст дают. А у Ромайстера не кончается. Да, живет, живет, непонятно, о чем он ушел. А вот Сара, что у нас тут происходит вообще, демм, ждет в него Зуняки, кастует, захиливает, тренка есть. Это Сентлайн, это неплохо. Ну, если, если он свап, сейчас, крылья есть, крылья, может, что-то зайдет, и из крылья не пропнули? Нет, они пропнули, вроде уже или нет. Нет, нет, дешевися, 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 свап повезло, он свап повезло, испугался, испугался. Ну, это были клинки, это были клинки, и... Ну, знаешь, вот, блин, я реально не понимаю, почему Зуняки отказываются тренковаться вместо Баблы? То есть, что лучше, хилеру тренкануть или забабли? То есть, тебе, ну, ШД Рога за один ШД доставит проблему, тренканешь, что, окей, следующий ШД Бабл, на следующий ШД уже тренкет-то будет. Ну, да. То есть, ну, не думаю, что стоит зажимать тренкеты прямо вот так вот, потому что тут мне кажется, что они догадываются о том, что у Элви-то нет мастиспела Бабла, они должны об этом догадываться. Вот, и как тут видишь, вот, иногда вот эти моменты, то есть, когда хилер просто отказывается тренковаться, это иногда бывает. Вот сейчас он, кстати, в фуллхекте стоит, Боб издает царов себя. Смотри, там, и Лем-то накастовал-то, как не у славы, но... Ну, демот ждет какой хороший, и БМД для еще небольшого фире надо чизить. Ну, за чизить сейчас сильно не получится, и встанет, стоит, и... Смотри, Зуньяки в полном бланде, но Рога как-то и Рога... Ну, опять же, Рога не сделает столько демажа, сколько сделает и Лем, и Лем напрокл, да, и Лем, между словом, напрокл, а... А смысл было бланде туда давать? Ну, в этом-то и есть вопрос. Может быть, какой-нибудь тренкет пытался выбить, типа, Блайн в Кассерейдж тренкет какой-нибудь, но Зуньяки, он, видишь, отказывает тренковаться прямо полностью. Ну, у него тренкет уже есть 5 минут, 5 минут 20 секунд, с начала игры, собственно. Пакр и Лобзов слегка развернулись, ну, так, опять же, чисто по-дешевому. Мы, кстати, смотри, Зуньяки-то в Кексе, но по-царе только-только, вот только сейчас бы начинался дэмэдж, и... Смотри, я чуть не понял, он снимает себя Freedom, что ли, Станат Пойсона, или это ему вряд ли. И Торог, возможно, Шиф ему дает. Шиф, он тоже там подрутывает на 4 секунды. Заходит Редик, да-да, дается Блайнд, и у Сентлайна огромные проблемы. Скатер, с фулдскаттер еще на Элго, может быть продолжение тренкет у него, правда, есть. Крыли подрубились. Свапа у него нет, и в Сентлайна заходит Terrible Damage, есть Шаманистик, но хватит ли его? Захиливает себя и Хилинг Сурж, раз, два, три. Не такой хороший дэм, что у него зашел, потому что... Да, ну стап такой, знаешь, вот сейчас только закрепляется Редик, но... Закрепляется, но Элго полностью, полный Ом, выхиливать нечего, 5% и Bleached Bones забирает, в общем-то. Второй поинт с командой Just in Time, в принципе, было, да, где-то в Барундуке огрызались, знаешь, они кусались так, то есть, вот, их бежали, и, знаешь, они... Ну зачем ты их обижаешь? Ну они кусались, то есть, они покусали вы, там, наверное, так... А полруки еще, наверное, не отпустили. Ну даже, ну даже, наверное, не полруки, знаешь, где-то палец так больно, вот, конечно, цепанули там до края, ну и все. Ну, а как-то на этом все закончилось. Потом остальные как-то уже, да, дальше уже это не...